Районные депутаты внесли финансовые коррективы в местный бюджет. Его пополнение обусловлено безвозмездными поступлениями из области. А вот депутатский корпус напротив поредел. Один из народных избранников решил отказаться от депутатского мандата. Повестка мартовского заседания районной думы включала семь вопросов. Участие в депутатском собрании приняли заместители главы Колпашевского района, руководители подразделений администрации, а также Колпашевский городской прокурор Виктор Русаков. В начале заседания депутаты рассмотрели финансово-экономический блок вопросов. Первой с докладом выступила начальник управления финансовой и экономической политики Руслана Морозова, которая рассказала об изменении в доходно-расходной части районного бюджета. По словам Русланы Владимировны, доходы увеличены на общую сумму 5,5 миллиона рублей и составили чуть более 1,9 миллиарда. Увеличение связано с увеличением безвозмездных поступлений. В частности, нам предоставлено субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона на сумму 1,996,5 тысяч рублей. Свыше полутора миллионов рублей направлены на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3,6 миллиона запланированы на текущий ремонт муниципальных учреждений, 3,5 миллиона на модернизацию их противопожарной защиты и порядка 4,7 миллиона рублей на оснащение образовательных учреждений системой охранной сигнализации, на оплату обследования зданий Саровской школы на предмет установления аварийности 249 тысяч рублей. В связи с представленными изменениями по доходам и расходам в бюджете сложится дефицит в сумме порядка 23 миллионов рублей. На обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях района депутаты направили в общей сумме чуть более 5,5 миллиона рублей. За счет данных средств планируется обустроить площадки для накопления твердых коммунальных отходов в общей сложности 305 единиц. Будут проведены земляные работы, планировка поверхности, устройство бетонного основания и ограждение контейнерной площадки. Межбюджетный трансферт в размере 325 тысяч рублей направлен в Новоселовское сельское поселение на организацию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования. Речь идет о Дальнем, Куржино, Новоселово и Мараксе. На выделенные средства будут приобретены прожекторы и материалы для работы уличного освещения, а также произведена оплата услуг электроснабжения. Для ремонта водопровода в селе Озерное Чижемтовскому сельскому поселению предоставлено 306 тысяч рублей. Планируется выполнить ремонт водопровода в селе Озерное протяженностью 139 метров, то есть будет проведена замена трубы на полиэтиленовую диаметром 63 миллиметра. Как было отмечено, ремонтные работы следует выполнить в холодное время года, до наступления паводка, поскольку на участке порыва в весенний период почва перенасыщена талой водой. Межбюджетный трансферт в размере 311 тысяч рублей предоставлен городскому поселению на обустройство и ремонт источников противопожарного водоснабжения в Колпашеве и Тогуре, чтобы привести их в соответствие с действующими нормами и правилами в области пожарной безопасности. Заключительным вопросом повестки прошедшего Думского собрания стало рассмотрение письменного заявления Константина Новикова о досрочном сложении депутатских полномочий. Председатель Думы Ирина Токарева сообщила о том, что Константин Новиков покидает депутатский пост по собственному желанию. Решение Константина Сергеевича оставить депутатский мандат большинство народных избранников поддержали. Теперь в составе Думы Колпашевского района 6-го созыва 14 депутатов.